сегодня я хочу говорить на тему создание опыта внутри тебя и так готовы послушать в притчах 22 главе в третьем стихе мы будем двигаться в учении в конце помолимся я верю что сегодня некоторые твои твердыни точно отойдут в притчах 22 главе третьем стихе написана такая фраза такая истина благоразумный видит беду и укрывается они опытные идут вперед и наказываются однажды бог показал мне это место и говорит смотри что здесь написано неопытные идут вперед и наказываются я говорю я такой неопытный ну все наказанием не обеспечен вы видите однозначно неопытные идут и наказываются вы когда сталкивались таким что хотите устроиться на работу везде нужно с опытом работы и думаешь откуда берутся эти люди с опытом работы и как устраиваются на работу люди у которых нет опыта ну все же у кого есть опыт они же где-то уже работали а если еще нигде не работал как не устроиться если везде нужен опыт смотрите библия говорит что оказывается жизнь вообще так устроена что неопытно нет места нету они все всегда идут вперед и наказываются и можно подумать что значит если я неопытный у меня нет опыта в служении там в лидерстве о которой мы говорим нету опыта в посвящении то я обязательно буду наказываться и все так и говорят ну конечно у тебя будет опыт падение разочарование там и когда ты об этом думаешь хочется спросить а вот не неужели вот никак вот без этого нельзя хотя бы хотелось чтобы вот без этого как-то больше кому хотелось вот чтобы не было вот этого момента и иду вперед и наказываюсь опыт это ни в чем нет мы живем один раз амин мы живем один раз эту жизнь мы иногда с моей женой когда ну что мы сталкиваемся с неприятностями ли ошибки какие-то делаю я грузу же но я живу один раз и себя этим оправдываю неопытные они шнуки а что значит наказываются это означает что эти люди они по силу своей неопытности боятся что вызывает большинство страх я не умею я еще никогда этого не делал и поэтому боюсь и и и соответственно последствия поражение какое-то падение какая-то ошибка так конкретно вот все заключается одной фразы неопытно идут вперед и наказывается и когда я спросил у бога что неужели обречен бояться и наказываться он сказал смотри выше и здесь написано благоразумный видит беду и укрывается и вдруг истина засияла во мне я подумал смотри здесь не написано благоразумный видит беду и укрывается а не благоразумный наказывается здесь написано что благоразумие противопоставляется опыту ну не опытности значит благоразумие бог видит как опыт вы слышите это он говорит что благоразумие сейчас мы некоторые люди спрашивают что такое благоразумие но давайте сначала четко усвоим благоразумие это опыт в твоей голове и библия нам говорит смотрите это место внимательно всматривайте с него и начните видеть вот эту невидимую истину духовную вещь что благоразумие приравнивается к физическому опыту значит если с твоими мозгами все хорошо они обновлены я уже двигаюсь дальше бог говорит так это и есть опыт вы представляете это вообще ну под поразительная штука на самом деле забегая вперед я хочу сказать дорогие друзья что наш мозг он так устроен что вообще не отличает реальность от нереальности это правда ученые уже давно это доказали ну пример какой могу привести пример такой что когда ты смотришь кино ты же пугаешься как будто реально это происходит быть если ты внимательно смотришь фильм иногда потом спать не можешь отчего ты ничего ж не было и вдруг ты чувствуешь что все эмоции которые ты бы пережил в такой же ситуации в реальности ты можешь переживать просто рассматривая образы и твои мозги что удивительно верят этому приказывают сердцу быстро стучать телу потеть волосы подниматься да и многие другие вещи это в зависимости от того какие эмоции ты переживаешь а иногда наоборот улыбаться начинаешь а что ты улыбаешься ничего нет вообще это просто экран сейчас все исчезнет но ты улыбаешься все происходит в реальности по-настоящему кто-то это понял в киноиндустрии говорят давай сделаем 3d чтобы еще реальнее было давай 4d 5d 6d если ты зайдешь какой-то вагончик там тебя уже раскачивает что-то там очки тебе одевают вода в лицо брызгается я первый раз пришел помню в украине пришел в этот кинотеатр 4d это давно уже было и там такой слон идет на тебя ты в очках сидишь он реально этот хобот прямо к лицу тебе приближает и вот он еще дышать начинать воздух горячий тебе в лицо прямо и потом он еще такое окунает свой хоботом воду достает его и так на тебя и откуда то есть под сиденье вода тебе в лицо все так реально происходит я выхожу то реально как со слоном поцеловался и нам был такой момент потом такие жуки поползли и моя дочка рядом сидела как фу какая гадость они прямо в лицо тебя ползут тут я уже как папа решил пошутить и так за ногу его она как закричит короче на весь кинотеатр я говорю чего ты ну я к чему это рассказываю не для того чтобы просто повеселить а представьте что человеческий мозг устроена уже там она реально с этими жуками там уже сражается да не знает как от них избавиться вот понимаете о чем речь идет и библия говорит противопоставляет что-то с мозгами против физического опыта и практически приравнивает и говорит одно и то же и поэтому твой благоразумный ум если так можно сказать что это означает благо это хорошие качественные добрые то есть все с ним хорошо иисус шагает дальше говорит никто не благ как только бог один значит у тебя должны быть мозги как у него и тогда тебе не нужно будет гореть я никогда не был лидером ты наоборот скажешь я уже был лидером так я же еще не был да нет ты был ты как это вообще работает давай двинемся дальше двинемся главное не сдвинуться это такие простые вещи они мне очень сильно помогли концу ты будешь просто радоваться получая новый инструмент или скажем так обновленный инструмент для своей жизни уже завтра сможешь лидером быть домашку начать что хочешь сделать когда ты поймешь все это вообще ерунда ну легко это все делать и на скрипке смогу играть конечно есть такой анекдот когда ложится пациент на операционный стол игре доктор ну я смогу потом на скрипке играть после операции тут то конечно это легкая операция он говорит странно никогда не играл а сейчас смогу вот это тоже самое сейчас бог с тобой производить никогда не играл сейчас заиграешь дай богу славу дать в книге иисуса навина представляете еще задолго до того как соломон все это написал в притчах бог инструктирует своего избранника давая ему этот секрет иисуса навина 18 до не отходится я книга закона от уст твоих то есть читай вслух но поучайся в ней в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано и дальше говорит тогда ты будешь успешен в путях своих твоих и будешь поступать благоразумно благоразумно он говорит если ты будешь три условия читать произносить вслух с конкретным намерением делать это потому что они как многие верующие они такие знаешь читают читают но что-то не прибавляется веры в них все время себе себя испытывать готовностью как библия говорит обуй ноги в готовность благовествовать мир если все что ты читаешь и произносишь не обувает тебя в готовность делать то что ты читаешь это все ерунда и поэтому бог говорит этот секрет говорит ты хочешь быть успешным вы хотите а мы отлично говорит если ты хочешь быть успешным то тебе нужно иметь опыт и и я готов тебе его дать иисус навин как говорит вот книга бери и читай говори вслух я когда это прочитал думаю как у нас стало модно вообще читать про себя а кто библию вслух читает есть такие иисусы навин и все остальные все остальные христовы дорогие вот смотрите нас все сегодня и серьезно и пошутить можно я когда делали мы приглашение вчера на видео я сказал теплая семейная атмосфера кто хочет сидеть в холоде и в какой-то другой атмосфере согрейся немедленно я тебе говорю будь как дома вот кухня есть и вот смотрите бог он говорит иисусу навин он говорит я тебе сделаю опытным не потому что ты пойдешь махать мечом махать там руками еще что-то там наш пытаться сделать из себя что-то я сделаю тебя опытным если ты согласишься согласишься сделать свой ум благоразумным через то что я тебе говорю и практически он сказал перепрошивай свои мозги верить день и ночь день и ночь день и ночь это реально работает и что у меня появится прямо опыт и появится смелость 300 процентов у кого из вас есть смартфон телефончик с интернетом айфон и вот в этом есть интересная штука смотрите у кого ну мобильники точно у всех есть да и мобильный телефон я слышал как один человек целое исследование провел и говорит вот у тебя сейчас если забрать мобильник примерно через день-два у тебя начнется все симптомы ломки как у наркомана физически у тебя начнут приходить страх что ты ничего не контролируешь ты оторван от мира если ты не дай бог там ну или дай бог да у тебя дети на телефоне и они там не поели там когда вы со школы пришли и вот это все вызывает страх неуверенность и ты уже не мыслишь свою жизнь без этого как люди жили 30 лет назад 20 лет ну как то же жили без этого и знаете что произошло за 20 лет у всех людей перепрошились мозги и теперь значит тебя не надо уговорить что телефон так важен для твоей жизни у тебя вдруг своими мозгами что-то произошло хотя ты упирался я помню я не хотел иметь мобильный телефон сейчас будет каждый меня тут вот так найдет легко знаешь помните сначала с пейджерами ходили но мир перепрошил мозги полностью и сейчас никто даже не представляете скажите сейчас для любого человека мобильник это реальность но несколько там десятков лет назад это было вообще инопланетное представление ты понимаешь что мозг он адаптировался и ученый любой тебе скажет что это произошло не знаешь как никто духом ума да подожди я тебе грешу реально мозги изменились физически нервные соединения перестроились они даже форму твои мозги поменяли вот было у тебя там три звели стало 4 ну я шучу тебя больше то есть реально физически мозг изменился адаптируясь под новые условия это то чего бог от нас ждет когда мы ну чтобы стать благоразумными что ты возьмешь еще никаких мобильников не было бог уже шептал иисусу нами он говорит я тебе такое сейчас расскажу ты победишь всех если только это поймешь я тебе такое сейчас скажу что моисей даже такого не знал он писал эту книгу а ты сейчас просто ну читать ее будешь представь говорить своими словами еще раз эти условия называют читать говорить словами и конкретно намереваться сделать то есть если ты не намереваешься мозги не будут перепрошиваться согласишь если бы тебе дали 20 лет назад инструкцию по мобильнику и ты бы не начал это делать ну ты бы не привык нему да то есть какие-то мобильники на белом свете и здесь то же самое ты берешь читаешь слух и если ты будешь читать карту вот как он говорит день и ночь но я не могу читать день и ночь у меня нет времени ну читай хотя бы часто чем скорее ты перепрошьешься тем быстрее у тебя появится опыт внутри вы знаете что в моей жизни я вам приведу пример были такие случаи когда мне нужно было перепрошиться очень быстро экстремально то есть я понимал что если я сейчас не начну так думать я отстану от жизни я имею в духовной жизни есть экстремальные условия когда тебе нужно пойти по воде перепрошивка тогда происходит гипер вообще интенсивно то есть мощно да вы думаете почему евреи ходили 40 лет по пустыне они все ходили перепрошиться не могли серьезно они ходили ходили ну кажется ну ну слушай слова божьи тигрят быстро начни говорить он горит слушай голос слушай западе быстро думай так я тебе сказал говорит господь не мы будем как мы хотим давай серединку наполовину умерли там так было дело и смотрите я сегодня хочу говорить не просто из истории про иисуса навина сказать как это сделать на что дает обновление ума обновление ума то есть это создание внутреннего опыта как мы говорим мозг он не устроен отличаться реальность отведений поэтому бог первое что дал во время пятидесят он горит будут видеть видения будут видеть сновидения то есть ты должен постоянно вы знаете вот мы говорили об этом вчера ты же не можешь ну вот первые христиане не не имели библии представьте но бог пошел им навстречу он горит и сейчас тебе хорошо ты взял и читаешь любой образ можешь из библии черпать а первым первым христианам это было недоступно первые верующие они могли рождать все эти вещи общаясь со святым духом то чего мы часто сейчас теряем они постоянно видели видение но слава богу шоу вы такая церковь которая движетесь в этом пророчестве то есть вот все эти вещи и мы говорили а чтобы ты делайся быть а библию отняли но вдумайся откуда бы ты знал вообще ну как бы ты исполнил поручение апостола павла который сказал слово христова до вселяется вас обильно чтобы ты делал я бы пошел к соседу библию взял все нету библии вокруг или ты в тюрьме может на необитаемом острове не дай бог и павел он в этом вообще ну не не боялся этого он говорит вы все должны пророчествовать вы все то есть слово божий горит его не надо гардену на небе чтобы оснести или там за морем он говорит в устах и в сердце но начни говорить и первое что было дано это молитвы на иных языках чтобы люди они могли спокойно потом изрекать из духа божье слово и знаете что они делали они записывали потом это ну вот павел так делал и это то что мы сейчас называем божьим словом уже записано знаешь о чем это говорит может это вызов для тебя будет то божье слово еще не все записано там же нигде не написано за кого тебя замуж например выходить в библии нет такого значит что значит в библии не все записано правда для твоей жизни но используя эти принципы ты сможешь это сделал потому что у тебя это есть и вот эти образы и эти эти вещи которые происходят внутри они нужны по одной причине чтобы ты мог бы делать как иисус на перри прошивать свои мозги и ты будешь опытом что происходит у меня в жизни было такое что я допустим мечтал взять какую-то высоту например служение у тебя когда-то может было такое что ты о чем-то мечтаешь и вдруг она раз и вдруг происходит и ты и ловишь себя на страхе на каком-то типа ну вот оно вроде пришло как шагнуть в это и меня мои помощники потом спрашивали а я взял и шагнул и говорят тебе не было страшно и вот представляешь мне не было страшно по одной причине у меня было такое ощущение реально неподдельно это не подделать потому что если ты боишься это ну тебя собьет у меня было такое ощущение что я уже это делал ну ты ж не делал да вот представь вот делал вот этот эффект понимаете все так просто когда твои мозги перепрошиты у тебя будет такое я скажу так чувство что ты тоже миллион раздел и у ты не будешь бояться и знаешь что произойдет ты шагнешь и начнешь осуществляться ожидаемое вот это есть вера когда мы говорим что вера это осуществление ожидаемого дорогие друзья я когда спрашиваю верующих часто игрушу такое осуществление ожидаем написано что это вера как это происходит но ты ожидаешь и бог осуществляет то что ты ожидаешь это не правда а что правда правда что когда ты веришь ты начинаешь осуществлять то чего сам ожидаешь ты а если ты еще ждешь что я ожидаю а бог это сделать это не вера это надежда если ты веришь что ты написано что это еще и уверенность невидима если ты так уверен в том чего не видишь ты начинаешь это делать так у тебя например к многим вещам которых ты не видишь тебе не надо себя накручивать нет я верю 6 сейчас открою холодильник то точно что-нибудь я там найду откуда ты знаешь ты же не видишь дверь ну я знаю не может быть что моя жена туда что-то не положил то есть ты не видишь но ты знаешь у тебя уже все перепрошито ты опытен в этом то есть опыт он тебе говорит там откроешь и что-то будет ну или мышь будет висеть как обычно бывает такое и у нас не бывает и смотрите дорогие сейчас двинемся чуть дальше вы здесь вам интересно когда я начал осваивать вот этот момент создания внутреннего опыта у меня по уходили большинство всех страхов знаете почему потому что всегда когда я становился перед чем-то неизвестным я всегда себе говорил я уже это делал а ты делал физически нет но если к моменту встречи с этой возможностью говорил себе я это делал страх уходил и я понял что это надо культивировать постоянно создавать в себе внутренний опыт не просто читать библию чтоб забить мозги а библия должна изменить не библия сама книга понятие то что ты с ней делаешь должно тебя реально перепрошить а как понять перепрошился или нет готов осуществлять ожидаемо страх продолжать перепрошивать мозги перепрошивать понятно выражение такое чуть-чуть современно и когда ты и вот например как понять я в молитве ну намолился уже вот например я хочу идти благовествовать благовествовать на улицу например это страшно кто говорит что не страшно после собрания выйти посмотрим на самом деле всегда есть страх потому что там неизвестность откуда ты знаешь может он тебя там ударит да или может он тебя пошлет или оскорбит и всегда есть страх грубости какой-то да или но неадекватности людей вы знаете что большинство людей они любят проповедовать в контролируемой обстановке там один на один либо в домашней группе где есть куча верующих и один неверующего там все его хотят наставлять сразу когда его уже привели ты уже знаешь он пришел слушать так просто но попроси выйти на улицу и сразу страх ты что хотел наставлять вы когда-то были вот на домашней группе где новый приходит и все его бросаются сразу учить и хотят куда что загрузить все что скопилось внутри и проповедовал долгое время а тут хочется выгрузить и вот они уши да и люди сразу начинают ему рассказывали и вот смотрите как это делается давайте еще чуть-чуть я скажу просто пример вам приведу апостол павел когда он говорил галатам которые отпали я вам сейчас покажу классную вечер ну она для меня была революционной надеюсь что для вас станет тоже в галатам если ты следишь открывай смотри не ленись в третьей главе стих которые вот ну это просто надо прочитать давайте прочитать первый стих написано о несмысленные галаты кто прелестил вас не покоряться истине вас у которых перед глазами предначертан был иисус христос как бы у вас распятый если вы посмотрите в библию в этом стихе есть интересная вещь и слово как бы написано курсивом его не было в оригинале я помню когда размышлял над этим я прямо аж удивился я думаю интересно где галаты а где был распят иисус а он им писал вот без этого слова видимо переводчики они думают ну как-то тут несостыковка галаты то где живут а иисус то где распят а павел четко пишет и говорит вы сошли с ума оригинале написано галаты глупцы кто возглазил так и написано глупцы то есть ну русские эти они всегда переводят так смягчается до тупые то есть глупцы кто возглазил и он говорит представьте он говорит вы у вас перед глазами был предначертом иисус христос распятый у вас иными словами он говорит вы же это видели павел мы не видели но был предначертан это тоже самое вот это то что я говорю я вам его проповедовал вы видели нет не видели вы меня не обманете я видел как вы плакали значит видели представляете что он им говорил павел знал это прекрасно когда у тебя спросят иисус слушай а ты видел его скажи галат 3 глава 1 стих конечно видел и так и говори то я был там когда его распинали сразу 03 прийти сюда это очень уникальный человек знаете приходит один человек психиатру и берет я наполеон ну как обычно он говорит да конечно у нас тут три наполеона два гитлера 4 сталина подождите вы не оценили мою уникальность я торт наполеон вот так некоторые верующие очень уникальные люди но тем не менее павел утверждает он говорит я своей проповедью предначертал я рассказал все как было вы видели я видел вашу реакцию вы так сокрушались как если бы даже не как если бы а потому что гвозди входили в его руки и ноги на ваших глазах если нет то до чего вы плакали ты видел эти образы это же есть суть проповеди начертать наш к пангар предначертать чтоб ты это увидел и тогда твой разум отреагирует на это как на реальность вот ты понимаешь как важно свои мозги не подставлять под всякую дребедень точно так же и плохое все что предначертано иисус знал об этом когда говорил что смотришь там на кого-то плохо с вожделением вот это говорит ты все это делаешь и твой мозг это воспринимает именно так как ты это уже делал поэтому береги мозги брат мы не смотри то что не надо смотреть и и вот смотрите дальше в послании к евреям я сейчас не буду уже открывать но скажу такой момент и как я всем говорю что есть такая штука люди внутри тебя говорится об аврааме который отдал десятину кому слово десятину вас нельзя говорить но он отдал ее мелхиседеку и вдруг там говорится что говорит и левий человек который родился это его пра пра там внук родился он горит находясь в его чреслах то есть внутри него тоже отдал эту десятину вместе с авраамом невероятная истина левий мог бы сказать представляете я видел мелхиседека класс вообще да а ты представляешь что когда говорится что ты был в иисусе это истина она просто поменяла мою жизнь я больше не говорю что иисус 2000 лет назад вот ваш пастор он тоже так рассуждает он он говорит это не когда-то было это час звера это сейчас мы не будем благословлены мы благословлены и когда приходило время тяжелых испытаний написано взирай на претерпевшего это истина она уже вошла так что я говорю мы все это проходили а ты что проходил конечно проходил точно так как левий отдал десятину мелхиседеку может тебя это чтобы не оглушила ты взошел на крест вот когда ты думаешь что иисус 2000 а я сейчас 2000 лет назад а я сейчас как пожинаю плоды хорошо это правда но самая главная истина которая реально тебя делать бесстрашным человеком я это проходил знаешь мне сейчас не больнее чем когда мне вбивали гвозди в руки я же был в нем мне же сейчас не больнее это отвержение чем-то когда обмен на меня плевали ты на себя что берешь это на иисуса плевали но я же был в нем мне было не больнее когда я сошел в ад может твои обстоятельства знаешь они сейчас тебе говорят что хуже некуда то ты в аду был дружище как один священник ты голубчик уже смотрели я вообще вы с командой смотрели это просто тебе говорит не надо никуда попадать в рай в ад ты уже давно в аду чего никакого ада нет ну как нет подойти в зеркало посмотри на свою мрачную рожу как может венец творения высшее существ создание божье иметь такую мрачную говорит харю это православный священник прямо в ютубе можете посмотреть знаем мы ну кому как не вам знать он же не из беларуси и вот смотрите дорогие вы понимаете о чем речь идет смотрите дальше я привел пример павел говорит ты видел это в образе видел это я предначертал ты это прошел ты видел иисуса и бывает что он говорит как кто-то тебя сглазил то кто-то тебя обольстил тебя просто сдвинул и ты начинаешь думать да не ничего не видел вообще там павел что-то рассказал там то есть наслушался других сказок насмотрелся других образов и ты о себе начинаешь говорить как будто ты этого не видел вот по этому иисусу навину было сказано дружище день и ночь если ты будешь себе это напоминать до тебя вообще никто с толку не собьет образуется не сгибаемый уже как не сгораемый опыт внутри тебя когда иоанн говорит что юноши вас утвердилась слова вот это она и есть куда ты не стрел ты все равно возвращаешься слова нет нет реально для меня это вот я уже это знаю смотрите дальше каким образом можно кроме ну вот я говорю сейчас что иисус навин он читал говорил и планировал это делать смотрите я сейчас говорю практично для нашего времени вот для тебя когда меня спрашивали за стойкость у меня есть секрет как я это сделал однажды святой дух говорит показал мне вот это место в луки 14 главе помните где написано посчитай издержки там конкретно ну я например приведу сейчас зачитаю 28 стих ибо кто из вас желая построить башню не сядет прежде и не вычислить издержек имеет ли он что нужно для совершения ее дабы когда положит основание и невозможно совершить все видящие не стали смеяться над ним говоря этот человек начал строить и не мог окончить и да это про строительство то что дело какое-то твое да и дальше говорит про войну мы все воюем и мы все строим он запомни вот эти две вещи воевать и строить и он говорит дальше или какой царь идя на войну против другого царя не сядет и не посоветуется прежде силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами и однажды смотрите эти эти два две личности эти две персоны вы тут это очень важно они со своими мозгами чтобы осилить поработали вот как один сел и начал совещаться то есть он начал планировать победу заведомо находясь в худшем положении в два раза меньше людей у него было он заставил свои мозги думать так начал это делать чтобы победить то есть он сел и начал планировать вырабатывать стратегию то есть он конкретно собирался это делать человек который строит он гресят посчитай издержки потому что настанет такое время когда если ты вот к этому времени не готов ты все бросишь и вдруг это озарило меня я думаю как интересно я сел взял лист бумаги и святой дух говорит напиши мне все что у тебя есть посчитай издержки ведь ты все отдаешь мне всю жизнь конечно всю жизнь это хотел на листе написать вся моя жизнь принадлежит богу детализацию счета пожалуйста что конкретно и тут я понял что попал потому что когда ты приходишь и вся моя жизнь тебе принадлежит иисусу хочется знаешь подойти как официанты сказать а что именно принадлежит иисусу вашей жизни и люди так не делают я сел представьте у меня ушла вся ночь вы здесь я сейчас тебе показываю секрет без страша ушла вся ночь до того чтобы переписать все что у меня есть оказывается много оказалось и это было знать что то сидит мы так 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 подожди что там переписать нет имущество это всего лишь был один пункт оказалось у меня столько много всего есть даже до того что климат в котором я живу ты знаешь что люди живут в очень тяжелом климате некоторые это реальное приобретение жить хорошем климате оказывается когда у тебя две руки и две ноги это тоже приобретение у многих людей этого нет а как насчет отдать свое тело а здоровье а время а свободу свобода это тоже а родню а друзей так какие у меня друзья у меня нет никаких друзей ты просто не задумывался если бы тебя оставить одного ты бы иногда за того кого ты сейчас считаешь своим недругом или даже не другом подумай что хоть бы один кто-то был и со мной разговаривал просто сосед который мне вообще все равно если ты когда-нибудь находился в дальней стране где нет знакомых и встречал соседа или там с параллельного класса с кем ты даже не разговаривал но лицо знакомый то же было при этом и так с трудом вспоминаешь делом что он там ты увидел поэтому это важно и этот список он продолжался знаете бог даже говорил такие вещи он говорит ты любишь в баню ходить когда пиши а если ты никогда больше не пойдешь туда не хочется это терять знаешь и кажется вроде это ерунда но это так значит я двинусь дальше он говорит если ты никогда в твоей жизни не будет интимной близости вот я тебя призову сейчас как павла все и не будет у тебя никогда ничего ты его моего господь за живое я шучу может быть знаете есть люди для которых это вообще не важно но есть люди для которых это важно я отношусь ко вторым вот но смотрите дорогие есть материальное положение знаешь может кто-то думает я живу там в квартире ну я и снимаю мне нет жилья но ты снимаешь а если не будет на что снимать я в этих рассуждениях себя довел практически до отчаяния господи так оказывается столько всего есть еще терять это я просто недовольный человек все время что-то не хватает и вот когда такие вещи потом бог не стал дальше напоминает здоровья подожди подожди это ты имеешь ввиду что стареть будешь не и напоминает мне история когда ты общался с болгарским миссионером он там на границе с турцией был миссионер там мусс ну ислам там тяжело тяжелая атмосфера такая установка игре покаялись два десятка женщин мужчины там нет и никто из мужчин не пускал домой проводить домашнюю группу говорит мы год собирались под открытым небом и одна девочка 17-летняя она говорит подошла ко мне и плакала говорит давайте продадим мои глаза ну просто говорит я же знаю что есть это индустрия органов говорит давайте продадим мои глаза ну как мы будем ну церковь не растет потому что негде собираться потому что негде собираться и представьте это девочка если тебе сейчас предложили отдать свои глаза за то чтобы у твоей церкви было здание боже о чем здесь учат ну я пример привожу а вот эта девочка представьте она готова была на это и когда я писал этот список и это картина этого разговора с миссионером я лично с ним общался мы всплыла этому боже мой а свобода или ты знаешь что я знаю лично людей которые сидели в тюрьме за евангелием как насчет пару лет отдать не хочу сидеть в тюрьме не хочу кто хочет тюрьме сидеть никто не хочет значит свобода это ресурс свобода это то что у тебя есть физическая свобода что ты можешь сейчас выйти пойти и ничего тебе не будет никто не заберет вы знаете что я говорю это не просто потому что в китае верующие гоняют я кое-какие вещи на своей жизни прошел будучи верующим я уже семь лет еще продолжал работать в органах и это было непросто не буду рассказывать но но и так далее и в беларуси эти вот эти вещи они надо ну у меня был опытом борьбы за церковное здание из-за разные вещи ты понимаешь вот это такая грань тонкая тебя сейчас вот могут забрать и все и будешь сидеть 235 лет почему ты так говоришь об этом в ту ночь вот когда я сидел над этим списком смать со мной что-то произошло я как этот вот который строить башню хотел посчитал издержки чуть чуть выше смотрим иисус говорит кто не несет христа и дальше говорит и не отрешится от всего что имеет от всего что имеет горит не может быть моим учеником знаешь что это означает он не будет тебя учить но я так хочу что ты меня учил дух святой я хочу быть этим благоразумным я хочу быть этим опытным я хочу чтобы я мог что-то делать а не просто мечтать о небесах всю оставшуюся жизнь хочу плод приносить и вот этот момент когда я написал этот список со мной что-то произошло потом каждый раз когда что-то возникало в моей жизни ну ненормальное давление какой-то удары какие-то от которых люди в петлю лезут дорогие верующие даже у меня даже мысли не появлялась не жизнь оставить не служение оставить значит это ну тяжело было понятно и каждый раз я говорил это всего лишь один пункт из моего списка ты слышишь я сел и поработал над своими мозгами одну ночь и отрешился здесь написано отрешись а как отрешиться ну вроде я говорю что я посвящать а ты сядь и сделай перечень сделай эту опись я сегодня когда говорю если ты хочешь устоять вообще как верующий человек создай этот опыт внутри себя создай это благоразумие знаешь что когда ты попадаешь потом после этого списка в какую-то историю ты говоришь я уже здесь был я уже здесь был я сел посчитал издержки то есть все мне это знакомо амэн ты здесь наш опыт это мы во христе внушение уму своему что ты уже это прошел это есть благоразумие это то что говорил иисусу на вину бог я даже так иногда говорю иисус ты мое дежавю знаете что такое даже воспоминание о настоящем воспоминание о настоящем обычно горит дежавю это демон даже это то чем ты это назовешь воспоминание о настоящем вдруг у тебя возникает чувство что это вот то что сейчас она уже где-то было когда-то это было это есть она я говорю иисус ты мое дежавю это ты это то что со мной когда-то было ты слышишь меня это вообще бомба то что с тобой сейчас должно происходить однажды уже с тобой было и если бы ты сейчас убрал там тебе нужно быть лидером ты берешь просто дам это проходили иисус как ты там что там там раз прочитал и увидишь этот образец да твой разу начинает адаптироваться как написано растворять веры а как это растворять веры берет день и ночь растворяй пока не будешь готов только делай интенсивно спланированно свои мозги перестраивать как планирует если ты сегодня собираешься что-то делать и не садишься считать издержки у тебя не будет этого благоразумия тебе надо посчитать издержки это один из шагов один из пунктов конкретно садись и пиши что может быть значит у тебя начнет внутри вырабатываться реакция на многие вещи когда приходила какая-то опасность когда приходила какой-то у меня были угрозы когда меня вот реально посадить могли за какие-то вещи я веду служение я на служение ездил с паспортом в кармане понимаете душа я знал в любой момент войдет спецназ и повезут тебя и паспорт готовая реакция на это и знаете что происходило то на этих служениях бог приходил потому что ты ну написано отрешился и дух святой начинает тебя учиться твой разум перепрошился ну и что ты становишься не чувствительным к опасности не чувствительным к проблемам становишься реально посвященным человеком хотя с тобой еще ничего не было но ты уже внутри опытный с лидерством то же самое слышишь если ты когда-то скажешь что я никогда не вымаливал ничего бог мне не отвечал ты врешь ты знаешь что ты был к всем они и гришь как капли крови с его лбасти колпот ты там был слышишь ты когда-нибудь видел эту картину в своем разуме как иисус молится до кровавого пота тебя впечатляло меня сильно впечатляло я тебе сегодня говорю ты там был амен и последнее иисус дорогие друзья он этим пользовался постоянно вы знаете что до до иисуса никто не делал никогда на земле того что делал он никто правда где он черпал свою информацию о опыте о котором еще как он в себя внедрял это а он так и говорил из горит отец прослав меня ныне славой которую я имел у тебя там и говорится о том что агнес был заклан еще до создания мира иисус знаете он на себе говорил такие оглушительные вещи потому что он ну я вот как в контексте сегодняшней теме потому что он уже это сделал он уже это делал и закон был и славу имел вот если ты сегодня следуешь по его стопам вот делай то же самое именно обновление ума именно благоразумие это есть опыт внутри тебя никакого другого вообще не существует я сегодня это говорю ты просто когда начинаешь в чем-то двигаться тебе самое главное убедить что ты это уже делал тогда не будет страха а как я делал во первых ты это делал во христе он был и лидером и керну он всем был до во вторых когда уже доходит до практичного момента бери и считай издержки твои мозги поменяются ну как он горит отрешись от всего я сел однажды составил этот список и сказал господь сейчас я это я даже не могу представить чтобы взять и все вот это потерять но вот тебе моя подпись поднял и говорю теперь так чтобы ты не захотел взять из этого списка бери и там были такие пункты дорогие друзья я думал ну вот церковь отдушина я святой дух мне говорил если вообще один на головном свете останешься и пастыря у тебя от нему и церковь у тебя от нему что ты будешь делать буду ждать пока кто-нибудь откроет церковь да нет обычно считается если все пропало ну хоть церковь есть а ну-ка нету церкви дальше что и бог меня провел через это и сегодня когда меня что-то спрашивает где ты живой там то я живее всех живых почему потому что я воскреснем у меня есть этот внутренний опыт попробуй со мной что-то сделай и вот сбывается на самом деле на моей жизни что падут под для тебя тысяча и десять тысяч люди отстают теряются там сзади ты прешь как танк почему потому что ты уже это сделал они еще нет они не поняли что можно этот опыт приобрести за одну ночь иисус заявил о себе что горит завтра вы увидите когда вознесен буду всех привлеку к себе через три дня воскресную мышь ты еще не проходил это как ты так уверен что ты будешь смел ты знаешь что с тобой будет он горит спокойно петр тебе бы тоже не мешало часок помолиться чтобы завтра когда придет искушение ты стал как готовы как будто ты уже это прошел но петр лег спать а иисус пошел молиться в итоге в жизни одного это воплотилось он прошел как нож сквозь масло все что было предназначено потому что в гефсимании он это уже сделал а петр нет он не стал считать издержки он думает а я меч достану тут кишки выпущу сюда это не помогло почему потому что ему надо было пристать подожди его схватят его поведут он же говорит об этом почему тебе не послушать я хочу пойти за ним значит и меня схватят значит меня позорит значит меня убьют надо молиться идти пусть это станет реальностью я умру лучше здесь и потом пройду достойно это то что бог мне показал горит если ты хочешь быть укоренен неопытный идет вперед и наказать может идти хоть сто раз вперед петр пошел вперед он меч выхватила не был слишком таким трусливым человеком но про издержек не просчитал молиться надо было петр тебе шисус говорил это должно стать у тебя опытом раньше чем ты в это вступишь благоразумие дорогие приобретай опыт не вступая в эти знаешь сферы в которых ты еще не прошел внутри как мы говорим ну там образ все понятно если не говорю за мозги просто за мозги пусть твои мозги перестроятся кто-то тебя там начнет обижать или отвергать и ты да я вас умоляю ты не обиделся ты что я 2000 лет назад так и плевали 2000 лет назад звоним в психушку то ты ничего не понимаешь предначертано было я поработал над этим я взял в одну ночь и все это знаешь со своими мозгами сделал и поэтому когда тебе сегодня нужно мужество на простые вещи на служение еще на какой-то момент это легко делается тебе даже из дома выходить не надо возьмись за свои мозги извини что так скажу как иисус навин день и ночь тебе понадобится буквально пару недель чтобы ты увидел первый прогресс уйдет страх у меня точно так было с процветанием люди меня спрашивают ты процветающий человек конечно денег но при чем здесь деньги я тебе скажу первый признак процветания процветание давай первый признак процветания это ты не боишься остаться без денег это бомба вообще вы себе даже не просто и когда ты перестаешь бояться я не боюсь остаться без денег ты имеешь ввиду безналичных в кармане таких и так почти никогда нет я шучу а без денег так что конкретно без денег я не боюсь этот опыт потом передался в мою церковь я не бывший моя церковь останется без денег и никогда не оставалась вот это бесстрашно почему вот ответ я представил себя что у меня знаешь обычно говорят представляешь у тебя много денег прежде чем тебе чем-то наполнится сначала нужно от чего-то очиститься и я такой думаю ну хорошо да я представлю как будто засада вообще вот все есть нечего пить нечего одеть нечего голы боссы нормально как гефсимане завернулся в покрывало и пошел за иисусом был там юноша такой да ничего страшного и когда ты это внутри переварил перемолол как давид говорит я беден и ничь ну представь себя сейчас учат больше представлять другое но представь и ушел страх я все время жену в этот момент сдаю немножко у нее еще не до конца уж мы иногда берем денег нет как мы будем заренду платить за офис там ну в церкви мы это уже проходили а если еще не проходили таких суммы еще не были должны должны были всему миру и все оплатили с нами это уже было и вдруг когда ты понимаешь что с тобой это было вы знаете что многие миллионеры так поднимаются несколько раз с нуля да я уже это все это было там нуле 0 это ничто не много раз меня вот было как минимум ну раза четыре пять когда я терял полностью команду свою это тяжелый момент как я была евангелизационная например команда ты каком двигался а потом все рассеялось так что теперь когда мне говорят например шоу то у тебя ничего не получится там все развалится или еще что ну знаешь всегда доброжелатель есть слушай даже если и развалится мы это проходили и не что теперь не то есть смотрите что-то с моими мозгами стало благоразумие так и блещет почему потому что благоразумие это опыт внутри и его можно приобрести вот просто сидя дома общаясь с богом ты услышал но сейчас помолимся хорошо прежде чем помолиться я просто призывается дорогой сделай тот шаг своей жизни я знаю что ваша церковь это церковь с миссией это не просто знаете какое-то собрание там которых много на земле это церковь с конкретной задачей с миссией и для того чтобы миссия была выполнена каждый человек должен иметь сильное посвящение каждый каждый человек должен быть укорененным чтобы тебя не сдуло отсюда ветром на и чтобы ветер перемен чуть-чуть что-то поменялось и побежал я сегодня иногда смеюсь вот просто знаете мне говорят дыша презираешь людей некоторых людей его честно иногда даже много реально презирать начинаешь нельзя никого всех уважать на я говорю здравые вещи ты когда смотришь о человек ты бога любишь да ты ну с богом эти просто ты понимаешь он для тебя сделал но человеку надо совсем чуть-чуть что просто куда-то в другую сторону пойти ну чуть-чуть совсем какой-то перемен ветер там чуть-чуть денег не хватает что-то там с работы какая-то проблема бог до свидания позор знаете почему да если ты издержки посчитал начале вот и таким бы не был и когда ты вступаешь какую-то миссию вот даже в церкви да ты хочешь чтобы что-то происходило вступаешь в путь служения да возьми просчитай издержки пусть что-то своими мозгами станет вот это благоразумие настанет и ты не будешь шататься не будешь колебаться чтобы не случилось ты будешь стоять твердо потому что опыт опыт приобретенный внутри тебя будете одержать когда ты будешь дома я тебе вызов бросаю может завтра спрошу может нет возьми лист бумаги после посвяти несколько часов и посчитай издержки твоя жизнь вся поменяется то потрясет чуть-чуть а потом ты ощутишь свободу невероятную свободу говорю тебе как имеющий мне хорошо что в любых условиях ты когда читал что павел говорит там притеснение гонение обиды а мне нормально душа радуется это же не сказка как можно радоваться от этого радоваться того что на тебя это не влияет закрывай свои глаза поднимать богу руки если в тебя это вошло можешь сказать иисус ты это то что со мной было ты мое дежавю ты мое воспоминание о настоящем я был гефсимании я был в аду я вышел из ада я воскрес я сейчас с тобой я я на небесах это со мной происходит поэтому чего мне бояться чего мне страшится этот опыт он есть внутри меня во имя иисуса христа драгоценный дух святой я прошу тебя запечатли это огнем господь внутри запечатли пусть это благоразумие станет целью на каждый день пусть эти издержки пусть это отрешение от всего что мы имеем господь станет этой гарантией нашей укоренённости во имя иисуса во имя иисуса христа дух святой прямо сейчас обнови разум соответствуй с этим словом обнови разум соответствуй с этим словом обнови господь пусть начнется перестройка внутри пусть начнется это сейчас перепрошивка пусть сейчас начнется реформация господь в мозгах прямо физически во имя иисуса физически во имя иисуса христа а 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 и Субтитры подогнал «Симон»